Доброе утро! О, это долгая история. Все так и было. Моя бабушка и дедушка со стороны отца родились в Трансильвании. В конце 50-х вместе с моим отцом они обосновались в Париже. Мой дед был адвокатом, но после переезда во Францию он открыл парфюмерный магазин. Мои родители до сих пор им владеют. Я, можно сказать, рос в окружении ароматов. Вот с чего началась моя любовь к этому ремеслу. Если я не ошибаюсь, речь идет о Пале-Рояле в Париже. Этот район стал неотъемлемой частью истории вашей семьи, не так ли? Да, Пале-Рояль – знаковое для меня место. Я действительно рос там. Были времена, когда я жил за городом, но во время каникул я всегда помогал родителям в магазине. Так что это место остается для меня большим источником вдохновения. Что ж вам суждено было стать создателем парфюмерного бренда? Нет, все было не так однозначно. Вы изучали экономику? Да, понимаете, меня привлекала парфюмерия, но я не думал, что именно в этом направлении буду устроить карьеру. Но когда я понял, что есть спрос на нишевой парфюм, а именно так позиционирует себя BDK, я решил, что, наверное, я могу попробовать сделать что-то свое. Расскажите, как создать идеальный парфюм? На самом деле существует множество этапов. Во-первых, страсть. Вы должны буквально загореться этим делом. В этот бизнес не приходят просто так. С детства я интересовался парфюмом, и сегодня я счастлив, что развиваюсь в этой области. Но не так просто представить в голове новый аромат. Для создания парфюмерной композиции нужно время. В детстве я много рисовал, поэтому, когда я работаю, я всегда думаю о текстуре и цвете. И только затем об авторском высказывании. Поговорим о технических тонкостях. В парфюмерии есть начальные или верхние ноты, а также базовые или шлейфовые. Как добиться нужного результата, смешивая их? Это очень длительный процесс. Представьте, что вы шеф-повар, вы создаете собственный рецепт, пробуете разные ингредиенты. Порой вы заходите слишком далеко в своих экспериментах и делаете шаг назад. В зависимости от настроения, которое я хочу выразить в духах, я пробую разные комбинации с парфюмером и слежу за составом формулы. Ведь нужно добиться правильного сочетания, оптимального баланса. Все это занимает время. Все чаще можно услышать такой термин, как «альфакторная вселенная». О чем это? «Альфакторная вселенная» или «вселенное обоняние» — это прежде всего различные направления, которые можно выбрать для создания парфюма. И этих возможностей бесконечно много. В парфюмерии нет истины в последней инстанции. Все зависит от вас и от того, что вы хотите выразить. В конце концов, это как живопись, только сам художник знает, когда его картина закончена. С парфюмером то же самое. Вы нос? Насколько тонкое у вас обоняние? Насколько это важно в повседневной жизни? Это очень важно для меня. Я уверен, и для вас тоже. Я вижу вещи через запахи. Я так их визуализирую. Без запахов в моей жизни нет гармонии. Вот чем я наполняю каждый прожитый день. Почему запахи вызывают эмоции, воспоминания? Так это устроено, это физиология. В нашем мозгу есть обонятельные анализаторы. Они сохраняют память о запахах с самого раннего детства. Говорят, это работает уже в возрасте двух-трех лет. Есть ли у вас любимый ингредиент или запах, который вы особенно любите использовать? Да, вы знаете, я уже говорил, что влюблен в свое дело. В DBK Parfums мы исследуем различные альфакторные направления. Важно сохранить гармонию. Важно, чтобы разные композиции соединяла невидимая нить. В духах я люблю использовать такие ноты, как сандал или ваниль. Я большой фанат мускуса. Это делает парфюм более чувственным. Тогда вам наверняка нравится удовое дерево. Этот запах очень характерен для Дубая и всего региона. О, да, я люблю этот ингредиент. Есть много способов для его выражения. Я создал одну композицию на основе уда, причем одну из первых в моей карьере. Мне с самого детства нравится запах уда, а агаровое дерево, из древесины которого получают уд, это что-то очень символическое. Мой парфюм называется удобромат. Это очень рельефный, структурированный продукт. Как вы думаете, европейский рынок отличается от работы здесь, на Ближнем Востоке? Очень сильно. В чем различие? В этом регионе парфюмерия – значимая часть культуры и образования. Здесь знают толк в парфюме, и поэтому покупают много всего. Это настоящая страсть. Носить парфюм – это естественно. В общем, я в восторге от местных. Они интересуются этой индустрией, коллекционируют престижные флаконы. По прогнозам, к 2027 году мировой рынок парфюмерии вырастет до 53 миллиардов евро. Это огромный бизнес. С чем связана эта динамика? Я думаю, что после пандемии люди стали больше заботиться о себе. Они сосредоточились на том, что может принести им радость, подарить чувство комфорта. Поэтому для парфюмерии настали хорошие времена. Люди стали уделять этому больше внимания. Вы живете и работаете во Франции, стране, которая во многом определяет тенденции на европейском рынке. Есть ли у вас планы по созданию постоянного магазина в Эмиратах или где-то еще на Ближнем Востоке? Хороший вопрос. В мае мы открыли наш флагманский магазин BDK в Париже. Это большое событие. Целая веха в истории нашего молодого бренда. Для меня важно закрепиться на французском рынке. Если BDK будет силен и узнаваем во Франции, то о нем узнают во всем мире. Так что сначала мы обращаемся к покупателям в своей стране, а затем выходим на международный уровень. Вы позиционируете себя как бренд класса люкс. Как вы конкурируете с такими крупными именами, как Кристиан Диор или Шанель? Ну что вы, мы не играем в одном дивизионе. Пока нет. Ну хорошо, пока что нет. Но знаете, это не то, над чем я ломаю голову. Я создаю духи, потому что это моя страсть. Я сосредоточен на творчестве. Так что я не сравниваю BDK с большими культовыми брендами. Мы в разных категориях. У нас разный подход к бизнесу. Перед нами стоят разные задачи. Мы коснулись темы COVID-19 и того, как пандемия повлияла на индустрию. Как это отразилось на вас? Пришлось ли вам что-то менять в вашей бизнес-модели? Во время пандемии люди жили в изоляции. Социальные сети делали нас ближе. Это и стало моей стратегией поддерживать тесную связь с клиентами, укреплять наши отношения благодаря интернету. Парфюмерия часто противопоставляет синтетические натуральные ингредиенты. Что вы об этом думаете? Это большая дилемма. Все без конца об этом спорят. Есть синтетическое сырье редкого качества. Такой продукт стоит дороже, чем натуральные ингредиенты. Я думаю, что вам нужно и то, и то, чтобы создать поистине превосходный парфюм. Синтетические молекулы прекрасно выражают себя в составе формулы. Поэтому в BDK мы используем как натуральное, так и синтетическое сырье. У нас есть удивительный мускус, совершенно взрывным ароматом. Вы только что запустили новый парфюм «Амбер Сафрана». Какие у вас планы на будущее? Я думаю, что BDK и Парфамс находятся в начале пути. Я бы хотел продолжить процесс создания бренда. Я намерен поддерживать тесную связь с нашими клиентами по всему миру. В следующем году появятся новые духи. Я также хотел бы расширять BDK и со временем сделать бренд, воплощающий определенный образ жизни. Чему вас научили бабушка, дедушка и родители? Какой важный совет они вам дали? Они научили меня честности, искренности в работе. Я очень дорожу этими ценностями. Дэвид Бенедок, спасибо за этот разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!